Добрый вечер, вот она у нас улица Бендерского восстания, как раз вот в той стороне, вот извините, кто это пальцем показал, у нас Борзая находится, а? Что? А это уже другая улица. А как эта улица называется? Вот написано на доме сбоку. Хотя, может быть, тоже восстание. Ну давай, мы так здесь быстренько. Потому что мы тут давно не были, мы еще сами не помним, где какие улицы расположены. Ближе к дороге это точно Бендерского восстания. Ну тут, как вы видите, в основном общежитии мы так решили вечерком, вот быстренько здесь прогуляться, чтобы вам показать. Да, этот дом все-таки тоже имеет отношение Бендерского восстания. Ну вот видишь, я говорил, что это все-таки Бендерского восстания. Ну тут видите, такое заколусье, людей нету. Дети бегают? Да, вот дети бегают, быстренько так. Тоже хочешь на турникет? Нет, 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 спасибо. На турникет мы залазить не будем с вами. Мы бы могли чуть-чуть пораньше выйти, потом мы сидели сейчас в машине, обсуждали последние новости. В общем, вдруг сделали операцию, говорит, что она просто-напросто им не помогла. Не, немножко помогла. То есть немножко помогла, но не полностью. Ну опять же, это могут быть послеоперационные ощущения и боли, которые связаны на психологическом уровне. То есть остаточный эффект тех болей, что он испытывал до этого. И поэтому он может думать, что операция пошла бессмысленно. Я не знаю, какое будет качество видео. Может так будем тут немножечко продить. Ух, кто демонтик сделали. Ну тут, кстати говоря, магазин был. Помнишь? Зато вот там вот сделали кнутую и кислойку для квартиры. Нет, вот наверное так магазин и остался. Угловой, да. Следующий, это квартира поставил. Угу. Так, давайте посмотрим на наши цветущие цветы. Они, наверное, самые богатые квартиры в этом городе. Возможно. Если деньги в этом доме, невозможно, как и есть. Так, ну вот видите, пойдемте дальше. А вот мы улица 12 лет октября. Мы как раз на нее... Ну да, тут производится секонд-хенд. Ну как вы видите, есть и достаточно хорошие машины у нас в городе. Уж не сказать, что мы уж так тут бедно живем. А вот здесь был царик 3 матроса, матрес, матрешки. А теперь здесь у нас таможня в городе. Значит... Идем. Вот. Садик. Улица 12 октября. Мы здесь так сегодня делаем такой... Да, интересно, что мы снимаем. Кто? А вот на той машине, с которой выезжаем, да? Скоро уже буду дома. Мы прогуливаемся... Да, мы идем в сторону улицы Фонтанная. Угу. А, не нормально, что бывает. Пока все. Ну вот мы как бы и пришли на улицу Фонтанная. Тут как бы стандартные эти пятиэтажные дома. Да, наши 14-16 этажки. Ну, в принципе, как бы вечер. Ничего буквально в городе пока еще подарить. А если вот поднимать вечер в центре города, там в зиме только начинает кипеть. Вот так правильно. Центр есть центр, он всегда был в центре. Даже в таком городе, как наш. Давайте быстренько повернем. Вот так вот. Так. Оба. Идемте. Так, улица Фонтанная. Ну, там 12 октября. Ты же фонтанную не раз уже снимал? Может быть, снять и 12 октября? Да, мы там тоже уже были не раз. Мне кажется, ты фонтанную чаще снимаешь. А мы можем сейчас и вот так вот. И еще там есть одна очень красивая улица, которая выходит на улицу... 12 октября? Ах, нет, нет, нет. На Панфилово дом 2, между прочим. И вот мы... Почему этот дом? Ну, там даже не дом будет, а будет... Мы прям к дому выйдем. И вот там будет Одесская 10, еще какие-то дома будут. Вечер. Мы очень быстро идем для того, чтобы... О, давай покажем что-то. Какая-то бутылочка. Да. Это бутылочка, если это кусочек дерева. Вот, допустим, Сайрусу рано утром вставать. Ему ехать в институт. В ПГУ. Приднестровский государственный университет. А вот куда конкретно никого не важно? Да. Да, мы даже можем сказать, что он учится на стоматологе. Подождите. Да, это шифровка такая. Не, понимаете, если отлом бы стоит 500 рублей, можно, кстати говоря, очень хорошо заработать. Не просто заработать, а... Или тебя могут хорошо засудить, если ты поломаешь кому-то честь? Челюсть. То есть, если ты ломаешь челюсть, то... Ну, например, зуб снял неправильно, коронку поменял неправильно. Очистил неправильно от налета. Когда люди отбиливают зубы себе. А это можно даже полностью челюсть кому-то снять. Ну, это уже, конечно, естественно, это будет вообще-то другая история. Сзади, похоже, тачка едет. Тачила? А, нет. Это... Тачила на ногах. Типа ролика. Да. Деревья у нас выбеленные. Сейчас мы свернем. И быстренько на другую улицу. Еще не совсем сейчас. Вон, в этих трёстах начинается где-то парень. А я уже хотел тут, на этом перекрёстке. Прямо в чей-то дом. Вот именно вот на этом перекрёстке хотел. А, ты хотел туда свернуть, что ли? Да, и в тое под высочетную улицу Бендерского восстания. Зачем нам это надо? Ну, значит, надо налево сворачивать. В общем, мы сворачиваем сразу налево. Ну, нас уже ждут. Он встречает зеркальными голосами. Наш район, он ничем никогда не обеднеет. Да. Ну, а что ты хотел? В принципе, да. Похоже мне, Тойота или Мехландер. Может, даже и Мерседес. Ты думаешь, сколько она стоит? Такая машина. Всё-таки Тойота. Первая, всё-таки, вот так и получилась. Всё-таки Тойота, да? Самое первое название, которое я сказал, это пьес. Марка Тойота. Остальное я уже так, простепенно отоделил. Ауди прикольная тачка тоже. Ну. У них всё-таки тачки дорогие. Ой. Тут только собак, слушайте. Значит, наверху у нас улица 12 октября. Что же, может, мы так вечерками будем, вечерочком выходить и быстренько... Вот таким шагом, думаю, это нормально будет. Вот у нас виноград, видите, распускается. Ещё чуть-чуть, и будет очень красиво. А вот люди сегодня, что ли, забор сделать, то надо сделать. Да. А кто-то не делает. Кто-то вот так вот дома стаётся без забора. Вот мы сейчас сюда повернём с вами. Вот. Вот. Вот это очень красивая улица. Сирень. У нас полная луна в городе. Да. Ну, почти. Там ещё чистости не хватает. Вот там ещё, я вот сейчас скачал себе фильм «Дети кукурузы», видать, это... Какая-то часть уже седьмая? Там было, значит, раз, два, три, четыре, пять по... По частям они так и назывались. Шестая, седьмая, они не назывались. Шесть, семь. Потом была какая-то серия, шестьсот шестьдесят шесть. Это получается восемь. А это девятая, что ли? Нет. Нет. И после этого ещё одна была. Подожди. Какая ещё одна? Ты хочешь сказать, что их было всего девять, а это десятая? Нет, было восемь. Ну, ты так сказал, как будто их было девять. Так, у нас тут... Всё-таки уже цветы опали. А тут интересная у нас ёлка. Вроде бы улицу показывали, мы о каких-то фильмах ужасов разговариваем. Да эти какие-то кукурузы. Да, так. Надо всё-таки развивать немножко. И... Да, улица Герцена. Да, улица Герцена. Да, улица Герцена, правильно. Понятно. Значит... Какой-то Герцег приехал, назвал её... Что случилось? Да нет, это, конечно, наверное, не в честь. Всё-таки... Надо всё-таки Google спросить, кто всё-таки это такой. Это в детстве. А по-любому, если называют чьим-то именем, это в честь этого человека. То есть он заслужил, чтобы вот так назвали улицу. Что-то он сделал. Целую улицу. Ты знаешь, за другого острова, что твою именем улицу назвали. Вот у нас тут есть улица Маснева. Правда, никто не знает, что он сделал этот человек для города. Главное, что есть, а значит что-то сделай. Самое интересное, что он... Смотри, дом ещё постройки 1958 года. Вот этот? Да. Хм... Обалдеть. Ещё осталась... Ещё дата даже до сих пор сохранилась, его построила. Старше меня. Вот это да. Старше. А ты что хотел? Младше тебя? Не, ну вот эти дома по-любому младшие. Это лёгые дома. А вот это были старенькие. О, сделали из дерева будочку. Прикольно. Где она кладет? Ооо. Там могут даже дети играться. Куда идти вот для этого из дерева. Если есть дети, то детей делают многие эти кладки. Подходит? О, мы выходим недалеко от дома драконов. Да. Он слева получается. Панфилова 2, вот напротив вас. А тут... Ну это обычный дом. А дом драконов слева. Сейчас он вам может объяснить... Не знаю, что там живут потомки древней крови, которые относились именно к реальным драконам. Возможно. Всё-таки, видите, темновато. Такие дела просто так не строят. Это всё-таки было... Прямо так направлено показывает, что они любят драконов только по своим воротам. Вот здесь, да? Да. Вот крыша. Это в детстве не гараж. А дальше ворота в сам двор. Ясненько. Это самый крутой, наверное, дом в нашем районе. На мой, по крайней мере, взгляд. Ну, естественно, они так живы. Ну, в меи, в принципе, это те же самые драконы. Ну, мы сейчас, наверное, всё-таки кадетские действия, да, давай так? Вот, видите? Дом жителей драконов. Вот он. Всё, пойдём. И будем будить спящих драконов. Да, нормально. Износили просто, а потом за кончик ещё один родится. Это Панвилова 4. Только не знаю, где у мужика он родится, конечно. Да, где-то родится. А, через папунтик, наверное. Да. Выскочил по величию. Вот какая темень. Ой-ой-ой. Идя ближе к 10-му дому, там хоть что-то, но какой-то свет есть. А вот Одесский дом 12. Вот этот дом. Впрочем, они все эти дома аварийные. В середине 90-х тут много было виноградников. Но его весь вырубили буквально. Ой. Зачем они это сделали? Ну, хотя тут виноград только Баку был, а... А какая разница, какой виноград? Всё равно он вкусный. Ну пойми, ты можешь себе представить, если бы экспортировали Баку в Европу, чтобы было? Ну, это было бы хорошо. Мне кажется, это был бы ураган бы. Ну и какого фига его вот тут поступали? Чтобы не дать нам возможность эксплуатировать? Возможно. На экспорт пускать. А давай в один из подъездов зайдём, а? Как будто мы это хотим показать. Вот стандартный подъезд. Вот видите, освещение. Лестница. Значит, четвертый подъезд. Ну пойдём дальше. Ну кто-то там котика мучаешь. Идём. Идём. Или забирай всех их с собой. А там уже сам решай, что-то будут с котами делать. Слышишь? Идём. Готовы так много. Так. Приближаемся мы сейчас к первому дому. Пока ещё мы. Вот один единственный фонарь. И тот. Хотя бы. Не, ну тут кстати очень хорошо. Вот эти вот перила можно тут посидеть. Просто темно. Я. Я просто не вижу. Ну я думаю. Всё. Темень. Тут ничего уже не увидишь. Делаем паузу тогда. Я. Мы вас. Благодарим. За внимание. Большое вам. Человеческое. Спасибо. Вечер. Полдесятого. Пол девятого. Спасибо всем. Пока. Пока. Пока.